Глава города наградил неравнодушных магнитогорцев за спасение людей из снежного плена, в которые попала область в конце февраля. Церемония состоялась на аппаратном совещании в администрации города, а после чиновники перешли к обсуждению главных тем встречи, подвели итоги работы Треста, Водоканал и межведомственные акции «Дети улиц». Подробнее расскажем в нашем следующем сюжете. Аппаратное совещание началось с награждения. Глава города отметил волонтеров, которые помогали в конце февраля спасать людей из снежного плена и вытаскивать брошенные автомобили из снежных завалов. От награждения перешли к темам. Повестки и итоги работы за 2020 год подвели в Тресте, Водоканал. Исполняющий обязанности директора Сергей Финогенов рассказал о ремонтах, которые были сделаны в прошлом году, а также какие мероприятия инвестиционной программы и программы по энергосбережению реализовали за аналогичный период. В рамках реализации производственной программы отремонтировано 350 колодцев, 943 единицы запорной арматуры, 547 пожарных гидратов, 86 водоколонок. Произведены работы по замене стальных трубопроводов, разводящих сетей водопровода на неметаллические полиэтиленовые, что способствует увеличению долговечности трубопроводов, снижению аварийности и уменьшению вторичного загрязнения воды. Кроме того, в 2020 году заменили аварийные участки магистральных водоводов. По словам специалистов, это позволит снизить количество аварий и повысить надежность функционирования системы водоснабжения. Провели капитальный ремонт на сетях бытовой канализации. На участке от Карломаркса-Доленина по улице Столиваров заменили 852 метра хозяйственно-питьевого водовода. Работы по обеспечению населения качественной питьевой водой в тресте будут продолжены и в этом году. Несколько лет в последних мы очень серьезно занимаемся и ремонтно-восстановительными работами, и инвестиционной работой. То есть ведем работу в самых главных направлениях. Это первое – замена устаревшего оборудования, замена оборудования на энергоэффективное. Отдельным направлением у нас выступают мероприятия по уменьшению потерь воды. Также на совещании подвели итоги городской акции «Дети улиц». По состоянию на 1 марта в Едином городском банке данных на учете в категории «Семья, находящаяся в социально опасном состоянии», состоит 108 семей, в которых многие родители злоупотребляют алкоголем и не работают. Именно в таких семьях высок риск ухода ребенка на улицу. За время проведения акции произошло 6 самовольных уходов детей и подростков, что на 57% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Среди совершивших самовольного ухода двое воспитанников государственных учреждений, 4 человека – так называемые домашние ребята. Один из них не имел умысла ухода из дома, а просто задержался у друга, не предупредив старших членов семьи. Безусловно, тенденция на снижение радует. В ходе акции были проведены многочисленные рейды – 235 по местам скопления несовершеннолетних. Специалисты напоминают о работе горячей линии, по которой можно сообщить о беспризорных детях. В очередной раз Сергей Берников обратил особое внимание коммунальных служб на очистку дорог, скверов и парков от снега. Работы необходимо продолжать. В порядке должны быть и пешеходные переходы. Ольга Сухоплева, Владимир Овенский, телекомпания «ТВИН».